привет мои дорогие привет давно не снимала не снимала целый день и прямо знаете сноровка то она потерялась проснулась пошла гулять в лес думаю это просто невероятно мне нужен свежий воздух мне нужно дышать не нужно гулять не нужно радоваться тепло у нас сегодня 17 18 обещают днем но это в два часа будет максимальная температура я посмотрела по графику сейчас пишет яндекс пишет что 14 ощущается как на 11 на самом деле нет ощущается прямо даже как на 15 я бы сказала очень хорошо я даже найти тепло тепло одета после леса пойду в солярий на пару минуточек завтра на минуточек нужно готовить тело к загару у меня скоро отпуск пару раз в недельку по две минутки буду ходить будет у меня загар потому что я в ноябре лечу отдыхать в турцию я так уверенно говорю я еще не купила ни билеты не забронировала ни жилье я начала присматривать вот прям гуляю вот прям дышу вот там при входе в тот маленький лес там так много народу вообще такое ощущение что люди вообще дома не сидят сами на машинах и музыка везде играет кто-то фотографируется там у них осенняя фотосессия там такой ветерок с березы листики по это полетели там такая девушка какой-то женщина придумал мама потому что такая женщина-то более возрастная стали такие фотографируют я иду говорю вас фотографирую да да и пожалуйста как тихо как хорошо вон там люди собирают грибы ну видно в наклон ходят видно что не маньяки писала сегодня говорю рынка пошли гулять она такая ты чё моя золотая хорошая новость не нашли сменщицу и со следующей недели я встаю в график она же все это время работает без выходных львинка такая мне говорит приезжай пойдем в лес игру приезжай сама ко мне где-то на шанхае идти в лес мы пойдем на пикник вова давно хочет ребенок и и мы возьмем сладкий чай возьмем бутерброды пойдем на пикник я говорю нет 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 вчера с и львиной время очень даже много провела и слова тоже мы ездили в пиццу не поели попили кофе туда-сюда от этого детского визга не только от вовкина там же игровая комната рядом блять я думаю я с ума сойду вот таких противных детей своих не захочется и ветеревы друг друга толкают игрушки друг от друга забирают мамаши пришли привели детей спицами сидят взяли себе пивка все-таки такие все-таки правильные мамаши ну наверное все которые на форумах сидят типа я же мать я подошла я пошла тогда в туалет думал подойду вот к этой клетке так вот этому загону и дети что думаю подойду посмотрю один блять чуть ли соплями не захлебнулся его мамаша сидит под пиво рает пивко я сразу я видела это че ребенок вы смыркайте сопли своему ребенку тут стола один второму кубиком по башке хиракс заорали одному досталось заревели все я думаю все мое ну ты же просто нереально вот у таких детей вот посмотришь и блять своих не захочешь я понимаю что у меня будут идеальные но пока не готова так про солярий я сказала про вчерашний день у нас тепло у нас еще завтра будет тепло что слышу и дали сло посмотри какие красивые листики вообще да красота красота очень красота вот лет для меня ты источник здоровья источник силы источник вдохновения я как пушкин вот я вот осенние я люблю я люблю осень очень люблю и все люблю лето осень весну и люблю только грязь под ногами вот сейчас я пошла гулять естественно попутно вынесла мусор не осталось только цветы перебрать единственное что цветы я не выбросила я вынесла мусор поставила посудомойку мыться поставила в мультиварке варить гречку там парить или жарить или какой-то режим короче она выбрала полное приготовление в мультиварке поставила гречку стиральную машину загрузила а сама пошла гулять вот до чего прогресс пошел прогресс дошел а и . пошла гулять в лес как-то странно да уже облетела все лицо ой как-то я была не готова к такому вкусу сожрала наверно утром 100 конфет выпила такой вкус на кофе естественно я его пила лежа на диване смотрела мультики заправляла себе вкусняшки в рот за эти утром чем завтракала хлебушек пожарила на сковороде просто типа как тост не совсем пожарила так подсушила и прям свечено и с плавленым сыром с этим ну треугольнички то и так прям в рот закладывала потом чувствуешь что-то не вот не то взяла имбирь и так в рот заправляла и кофе запивала я понимаю что это все блин листик я понимаю что это все не это друг с другом не сочетается но так вкусно так прям вот ела 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 потом меня осенило думачу имбирь надо попробовать хреновинки хреновина у меня в сакане прям была налита я из банки слила остатки когда львина с олегом у меня были в гостях олег ел суп который я наготовила кстати сажал полбанки хреновины хреновину мама делал готов очень вкусно очень и остатки вылила в стакану и большую никто не ел и я такая ну-ка надо хреновинки поезду мы чую олег же не просто так хвалил такая хреновинки отлично короче я все съела нет в доме то я не все что съела не все что было в доме все все такое неподходящее все такое ем 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 и так вкусно блять кофе запиваю потом думаю про себя господи как бы несварение желудка не началось так же нельзя все молотить тепло боже ну почему бы вот у нас и постояла вот такая осень ну вот почему бы я специально наду как сказать не надумала ну короче специально пошла вот этой тропой где не там где я людей могу встретить это максимально такая заброшенная тропа чтобы во-первых пошуршали листья под ногами во вторых чтобы не встречать людей потому что если честно у меня уже дубль 2 когда я начала снимать там было столько много людей они проехали вместе проехали мимо на этом как сказать на каком-то мотороллере там играла музыка думаю господи конечно мне очень нравится инстадрама свету лободы но не до такой степени чтобы забанили мой канал за нарушение авторских прав не до такой степени вы понимаете прям дышится теплым вот теплый воздух прям дышится дышится прямо вот дышала полной груди это значит мне такое ну какой-то вот типа плащенках не плащ как такая типа кофта под поясок вот в такую вот такой вот под лицу все к лицу это это уже эта фирма ну какая-то ну-ка и выход а марка пола вспомнила марка пола вот этому вот как сказать за туника или как это называется это пальто или конкурентов называется ковтежка так вот этот коричнево ему наверно лет 7 вот что значит покупаешь хорошие вещи и они но не просто хорошие вот ничего ему не сделать и правда мятая потому что я его она была свернута свернута вот так вот и лежала там где кофты в гардеробной на полке ну конечно чё вот липучки вот еще бы хотя бы неделька постояла вот такой погоды и было бы вообще зашибись сейчас приду домой достану посуду достану белье развешиваю и останется протереть только пол но пол протереть нужно потому что потому что он уже не будет наверно дня 4 дня 4 причем желательно бы отодвинуть диван комод кресло ну короче все то барахло которое двигаю постоянно когда типа генералю генералить у меня получается раз в месяц точно ну то есть там у меня никогда не бывает грязно допустим отодвинешь диван у меня-то никогда не будет клубков клубков там пыли вот таких вот ну естественно мне же не хер заняться то не ребенка не котенка это опять почитала комментарии господи почитала комментарии опять плохие на своем канале и чужом сукам-то не имется чужая персона то вам вот не дает покоя жить кстати сформирована статистика сколько я заработала денег в сентябре тадам тадам барабанная дробь представляете на своем канале в сентябре я заработал одну тысячу двести девяносто один доллар восемьдесят пять центов за сентябрь сумма постоянно увеличивается нет вы только представьте о боже о боже ой боженька помоги мне пожалуйста скопить на квартирку скопить на квартирку моря боженька пожалуйста мужиками ничего мужчине нужно пожалуйста пожалуйста я брать на вот разговаривал и так ручки сложила прямо так вот можно никогда у тебя ничего не просила микросы первый раз только для себя что-то прошу а вот сережки у меня это бежу бежу а это сокращенно от бижутерии вон там сидит мама с ребенком и ребенка там подпискивает вот везде где люди не ходят изумительно чисто везде но вон там при входе в лес это такое ощущение я вот не могу там даже наслаждаться жизни я не могу получать удовольствие от леса я понимаю что я одна вот это вот все не вывезу за этим скотским отношением людей у меня нет столько ни времени ни сил чтобы на чем-то подскользнулась мокрый лист что ли или просто острова я понимаю что у меня нет ни столько ни времени ни сил чтобы вот это вот все собирать там пиздец на кущейшу просто мусорную машину привезли к лесу и вывалили и вот это вот все так вот просто таким сплошным ковром я нисколько не привлечиваю а вот при входе в лес у нас там еще лавочки то прибиты лавочки прибиты и прибиты эти и потом место для отдыха типа для пикника там просто возле одного я посмотрела внимательно люди видимо отдыхали вчера вот эти теплые деньки сгубят лес просто сгубят лес люди до такой степени себя не умеют вести я не знаю никогда в жизни ни в таком состоянии но что у меня более состояние было я никогда не оставлю даже если мне придется полтора километра идти пешком никогда мусор не оставлю и все равно его с собой понесу потому что это я его принесла в лес этот мусор и помимо своего мусора я еще свой там как было частично заберу когда мы приезжаем на какой-то берег допустим машину но все что мы съедаем нас остается пустая упаковка мы это все забираем с собой и более того чистим какая-то яма грузди что ли были и более того мы еще чужого мусора пакета 45 сюда собираем а тут нет некоторые люди представить вот там при входе видимо вчера кто-то отдыхал пил куражился веселился вот там в лесу забрали в пакет и пакета оставили я такого еще не видала ну чушь ты сука если ты уж собрал в пакет и за уж донеси вынеси из леса ровно ровно сто метров ровно сто метров и мусорные баки но сил не хватает видимо вот прям вот прям осень осенняя теплая красивая вы представляете по поводу сотрудничества на моем канале не люди пишут и пишут у меня на моем канале там где-то в разделе информации за я не знаю или внизу есть указан адрес электронной почты и мне прям пишут люди спрашивая сколько стоит реклама на моем канале вот для чего вот это вот пишут если не пишут конкретно что нужно рекламировать так я по поводу за поводу рекламы на моем канале объявляю всем рекламу как таковую я не делаю пожалуйста не обращайтесь спрашивать расценки у меня как бы не нужно потому что у меня нет расценок я человек бесценный я это делаю либо по как сказать по велению души по велению сердца если действительно это я это знаю уверенно в качестве и так сказать этим пользуюсь сама то я могу порекомендовать вам я не могу рекламировать каналы допустим ваши на ютубе которые я сама не смотрю который я сама смотреть никогда не буду мне нравится не формат вашего видео простите честно откровенно так и есть мне нравится не формат вашего видео не ваше видение мира в целом вы для меня являетесь просто вот зачем вы зачем вы просите у меня то ведь я всегда говорю правду ну вот мы всегда говорю правду я не могу сказать на черное на черное белое если мне нравится тебе реклама конечно худшая реклама это тоже реклама короче не обращайтесь к ним по поводу сотрудничества либо так знаете что это стоит 100 тысяч рублей чтобы я прониклась идея вот прям вот я загорелись в глаза и я захотела это сделать это стоит 100 тысяч рублей начальница пока все дальше отговариваем вот если вам это по карману то пожалуйста если нет пожалуйста не с этими вопросами а тем более какие-то маленькие девочки которые открывают свои каналы у которых одно или два видео они меня просят про рекламировать свой канал игру там вообще рекламировать по сути и нечего у вас одно или два видео длительностью по 8 минут это не канал ничего рекламировать я не вижу ваш потенциал просто обращайтесь тогда когда у вас будет уже на работу хотя бы ведет 30 40 вы как-то себе заявите для меня вы просто чисты как лист и то что вы там кривляетесь перед камерой нет никакого не внутреннего содержания у вас вы не раскрыли никакую то проблему не ответили на вопросы граждане что-то я охуенно я реально я охуенно это знаю и это чувствую это вижу подтверждение в глазах людей не вот есть что сказать этому миру ну реально откуда я пошла да вот я не вижу ни единой тропы так выйти вот сам предположительно гаражи но неужели я выйду к папиному гаражу где-то у судакова там гараж не будет надо знать где недвижимости находится в нашей семье там и жима там между прочим там гараже машина стоит какая-никакая не вчера и линка говорит инка купи себе машину игру львина зачем она хочу будешь куда-нибудь гонять я говорю линку да вот просто скажи пожалуйста ну будешь на работу ездить за такие деньги которые я зарабатываю на работе прикиньте вот гриб большой вот видите вот не буду срывать не буду срывать потому что мне все равно некуда класть его видно да грибочек ничего не видно мне кажется вот тут она появится машина появится столько дел я говорю вот действительно вот ты правильно говоришь это как говорится с утра проснулся съездил на монтаж съездил на мойку съездил сюда съездил сюда и когда бы я это все успел и главное все дела то связанные с машины и когда бы я все успел если бы не было машины зачем наводить суету пустоту на пустом месте всегда я всегда вспоминаю о том что содержание автомобиля это очень затратно это помимо того что приобретать газы ну всякие такие вот горюче смазочные такие вот просто то чтобы вот ее это и есть страховка парковка короче всякая всякая хрень вот такая вот которая обходится очень дорого не нельзя деньги проматывать не надо их копить понимаете я кубышечка как коробочка как настасья филипповна вызова из гоголя мертвые души когда мы ходили это был социальная диктантка ведь у нас текст в городе не за может у всех так текст подбирался из мертвых душ я прям в себе очень четко узрела вот эти вот качество натальи филипповны и думаете коробочка такая скупая коробочка да никакая и не скупая транжира я а вот сейчас я понимаю что лучшее средство не тратить деньги это блять вообще не выходить на улицу просто не выходить на улицу я вчера зашла в магазин я не купила ничего я купила блин все купила форма виноград ветчина короче не знаю 800 рублей и очень даже не помню что я купила мне в натуре мне лучше в магазине выходить для дома все есть открой холодильник и готов просто открой блять шкафы свари нахуй гречки пожарь котлет сделай что-то своими руками что уже куплено что уже лежит в холодильнике зачем ты допустим тратишь еще деньги в юж покупаешь то что тебе не нужно в принципе вот в этом вся я классно прям вот дышится теплым воздухом прям вот классный воздухом дышится и даже у меня классно высыпаться так классно просыпаться нет будильника кстати я вчера заснула блин мне кажется еще девяти не было я просто заснула мой организм я так думаю что восстановился блин солнышко вот так вот отдохнувший вида такой свеженький хороший такой очень даже отдохнувший вот меня вот боженька хранится все же на белом свете вот все же боженька спасибо вот не не перестаю говорить я львинке говорю линка пойдем седьмое небо пойдем по пляшем она горит не не хочу три выходных с подряд ходили говорит устала я типа не хочу потом она не пишет на это я уже утром прочитала я же ложусь спать выключаю телефон вообще телефон у меня никто не дозвонится мой сон никто не побеспокоит просто за меня машинально выключая телевизор выключают телефон и все не имеете права меня просто беспокоить с утра просыпаюсь не львинка пишет седьмое небо идет настя с мужем иди с ними тут же считаю меня сообщение настя настя пишет многоуважаемая инна пошли с вами седьмое небо но то у нас все такой прикол насти вы видели у меня на видео я за ними заходил мы вместе поехали на такси когда поехали коллегу на день рождения и вы представляете охранники в седьмом небе у нас опять творили какую-то дичь просто все творили чу творили там и и в итоге я вообще это просто это просто ужас вот про этих охранников которые вот там в седьмом небе постоянно в наших каменских пабликах пишут всякие страсти мордасти но все что-то все анонимно только настя умница на самом начало туре умница довела это дело все до конца скал что я это так не оставлю это не уважение этот непрофессионализм я ими суками займусь я так думаю что они выходят нехорошие люди хотя такие парни есть симпатичные такие классные некоторые парни там охранники вообще просто огонь а прямо красавчики но быть красавчиком и и быть сволочью это как бы вот не равно между собой красота она должна быть и внутренняя и внешняя вот как у меня вот такое вот гениальное наполнение везде по всему лесу вот эти вот красные метки то вот на той березе вообще просто везде издалека кажется что это гроздья рябин а на самом деле подходишь вот вот там на дереве это пин болта или как эта фигня называется смотрю пока эти как сказать вылеты в анталью я полечу то в аэропорт анталии конечно же а до алании сама доеду на автобусе на местном транспорте даже не буду заказывать не на такси нигде просто выйду из аэропорта сяду на автобус доеду до автовокзала куплю билет и доеду в общем сами понимаете курортные города во первых они говорят по-русски во вторых худо-бедно я знаю турецкий я поняла что лучше изучение языка это именно в той стране где язык этот родной это раз а во вторых вот именно в тех ситуациях когда ну вот нет у тебя рядом никакого русского сопровождения никакого турецкого сопровождения сама доеду я знаю что у меня будет рейс дневной нет утренний рано утренний я посмотрела что самые бюджетные самые бюджетные рейсы вылетают в 7 часов утра и туда прилетает в 14 30 там у меня есть дружок один я не знаю у меня есть два дружка прямо капитальных в здания у меня есть сина он в это время будет в школе я ему не позволю взять день чтобы меня встретить во первых ему не скажу точную дату приезда чтобы ну чтобы он там раньше времени не радовался и у меня еще есть это тахир по поводу тахира он барменом работает вот его можно дернуть он такой маленький видите он такой простого поэтому его можно обдурить как сказать сен-то хер обдуришь а тахирчик не сегодня писал что в меня что он меня влюблен смотрит меня на ютубе поэтому тахир привет вот серьезно если бы камера передавала запах вы бы пол вы бы просто обалдели просто можно запах пьянит это сильно вздохнула просто запах листвы вода и вот сухой листвы она была шут дня три назад мокрой а сейчас она сухая инку просто невероятно просто обалденно я просто влюблена в наш лес просто-просто-просто вот сейчас если еринка на следующей неделе встает график в график то есть она будет работать два через два то получается первые два дня выходных она будет один день спать потому что не работала ногах она будет один день спать второй день она будет стираться к маме поедет там туда-сюда это получается концу недели и и только можно будет поймать ну тоже ё-моё кирки хоть мог кирки в принципе можно на работу сходить там видеокамеры в торговом зале там многое не поговоришь во-первых нельзя болтать также типа дисциплина на рабочем месте все это уже лес как он не еловый а сосновый женщина там ходят грибочки получается что я их это хочу обогнала бы нет я лучше развернусь другую сторону пойду вон там прям ели вот с елени вот у ели и пойду я еще сомневалась и вот эту стропинку все же людей в нашем городе вот немного так знаете вот так вот озадачивает если девка идет сама с собой разговаривать мне кажется что многие думают что шизаны хотя диалог с самим собой это наиболее честное наиболее честный внутренний диалог уметь с собой разговаривать нужно еще уметь и уметь слышать себя это дорогого стоит вот люди которые поверхностные которые не глубокие которые для меня вот такое ощущение что люди однодневки ну вот бестеря в голове не наполнены внутренние вот они не умеют себя слышите с собой разговаривать я прям могу себя спросить и находишь ли ты этого на самом деле и подумав чаще всего я отвечаю нет вот допустим если спрашивать допустим себя так вот положа руку на сердце как говорится вот ты на хочешь допустим вот чтобы это это произошло нет а я хочу допустим но все что я хочу узнать хочу дома моря просто дом у моря как много человеку мало есть такое выражение вот 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 именно я правильно сказала как много человеку мало а мне в принципе для счастья нужно мало мир во всем мире домику моря я буду очень скучать за лесом но мне здесь живет мало поэтому я сюда буду все равно приезжать и уж ничего зверьте и очки ну вот красота жила определяет его зимой красиво очень-очень она прям колючая прям вот это ель так ель так много сейчас моих знакомых людей отдыхает столько фотографий в социальных сетях выкладывают в курортов и причем вы допустим несколько людей которые вот хам которые так сказать-то выкладывать фотографии они прямо гаврилинка тебе ничего делать нечего ли там всю твою всю свою жизнь на показ выставлять прям дают даже слышала от знакомых людей нифига ты чё прикалываешься чё реально тут так прям так живешь я говорю да и время это очень дико я говорю мне это дико нравится и я просто говорю влюблена в свое дело которое во первых сейчас уже приносит деньги а более того дает мне такой такой заряд внутренней силы так вы делаете то же самое блять только за бесплатно вы instagram постите свои рожи причем отфильтрованы отфильтрованы до такой степени что вы не узнаваемы становитесь на как сказать на вы не узнаваемые становитесь вот вас встречают люди так мне львинка говорит агат пицца лишь смотрю телочка напишет в инстаграме его хочу записаться к нам на ресницы смотрю думал всего ни хера себе такая красотка приходит и линка горит мышь мышью блять просто горит серая мышь откуда на такие фотографии взяла это вижу что она на я вижу что не в какой в дикой обработки эти фотографии просто телки на такой степени сошли с ума в этом фотошопе что это просто жесть а здесь все по правде здесь все по правде здесь все без ретуши абсолютно реальная жизнь вот это вот это вот людей привлекает вот именно честность открытость и моя конечно же потрясающая харизма вот так вот умение удержать зрителя поддерживать диалог господи мне так хочется поговорить с кем-то умным классным начитанным человеком не из моего поля как сказать знакомств вот последняя такая встреча классного вот такого такого собеседника я думаю что это была последняя поездка в олайн это был аэропорт внуково и я познакомилась там в аэропорту с классным мужиком это был был будагил и вот именно вот этот диалог вот эти вот фразы когда люди друг друга понимают слышат вот это прям дорогого стоит мне бы хотелось вот с моими девчонками у меня вот такой вот может быть диалог может быть с женькой женька глубокий человек глубокий думающий вот может быть женьким женьки нужно попасть в настроение пикничок представлять не сидят не бутылка шампанского у них плед и бутылка шампанского я тоже так хочу но парочка влюбленных на пледике и причем они сидят я так думаю что они подразумевают что они тут одни возможно чего это не пледик принесли делать сидят шампанское если дома тоже бутылка шампанского есть уже стоит уже стоит заготовлено в холодильнике хорошая чинзана и напреди начни мыть пол из дома открыть шампанское у иных дел не в проворот вот просто не в проворот я внизу я не знаете мне немножко макровата спина прям вот прям вот реально макровата спина может быть мне скорее всего дайте в лес гулять это кто там идет света привет куда пошли девочки до речки прямо какая-то света молодец дак вообще а до речки далеко или не знаю если я сейчас скажу вслух про эту вот влюбленную парочку и женщина и мужчина идут видно что на пикник видно что баба счастлива что у нее есть этот мужчина а я на этого мужчина посмотрела ебануться легче господи если я буду с таким мужчиной просто убей меня просто убей меня камнем с неба никогда никогда пожалуйста не допустите этого вот 21 школа вот там здание вышла я маленечко вообще не туда куда планировала вот так как я вот так вот ходила петляла по лесу неудивительно так сколько нужно снимала 39 минут да вы чё нет мне наверное все же придется хотя в принципе я же когда утром проснулась я же принимала душ ну уж не до такой степени я прям всплела но я не кажется чувствую немножечко по спине конечно если бы я домой пришла я бы в душ пошла если я домой зайду я уже не выйду нет я лучше сейчас пойду все равно лучше пойду в этот солярий на пару минуточек погреюсь 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 через денек желательно солярий раз в 24 часа завтра не пойду во вторник пойду потом можно сказать в обед где у меня рядом с работой солярий вот еще недавно вы вспомните лежал лед вся трава была в Виннии вот еще совсем недавно а сейчас ярко светит солнце прям вот тепло вот был и не да и вот цветочки все равно как они но вот эти вот замерзли только что такие были типа тысячелистников вот такой беленький вот они вот живы вот смотрите вот стрекозы как-то или как там они называются еще насекомые типа сверчки я еще их слышу получается заморозки были они не вымерзли блядь какая потрясающая прогулка и вот такие свиньи люди вот вы посмотрите вот просто посмотрите лежат бутылки лежат одинаковые бутылки лежат рядом пиво жигулевское один-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять-одиннадцать бутылок одиннадцать бутылок лежат нет вы представляете вот я даже не представляю они их выбросили из пакета эти одиннадцать бутылок или они что сделали стояли тут пили на этом месте помимо бутылок больше ничего нет блядь какие люди свинья боже какие люди это просто невероятно сейчас пойду в это как сказать в дк современник ну как он раньше назывался дворец культуры а сейчас досуговый центр современник называется там солярий есть схожу в солярий и прогрею в том числе свой сопливый нос кстати соплей нет но немножечко горло так ну не горло а это какая-то фигня все равно есть остаточная ну хотя осень насморк мне кажется у всех все смотрите дом ветеран через две минуты мой дом дом ветеран пройду через две минуты мой дом через две минуты еще современник и солярий желательно чтобы солярий был уже нагретый чтобы из него кто-то вышел чтобы не было такого что я туда зашла первая хотя время сейчас час дня наверное сейчас я достану телефон 13-12 время 13-12 идет с палкой представляете с какой-то железной палкой долбит по деревьям подросток долбаните себе блять по башке по своей тупой просто я не знаю сейчас что за люди а я не знаю меня в натуре меня даже не дети раздражают меня люди раздражают но вот эти вот которые бросили бутылки вот этот дебил который идет железной палкой и стукает по деревьям а впереди у него идут родители я неужто бы мой ребенок такой хуйней занимался никогда в жизни это вот какое воспитание какое воспитание может быть у детей если они вот так вот делают и родители идут на это спокойно смотрят я не знаю но есть же дети хорошие воспитанные ну реально есть посмотрите эти березки красивые вообще огонь просто как красиво как красиво вообще к полинке можно поехать на работу какое блять именно поехать к полинке на работу туда заедешь и потом оттуда не выйдешь иди лучше мой пол просто лучше иди мой пол займись делом в конце-то концов совсем чуть-чуть еще пройдусь порадуй солнышку вот тут вот такой обруш овраг зимой здесь катаются на самках на снегокатах видно там или нет мы в детстве сюда ходили а в том году с Ладой ходили вот она с той маленькой пологой горочки ехала да и то там такая трусиха Женька с ней Женька за ней бежала чтобы она не напугалась вот здесь маленький что там ржут надеюсь ничего не делают плохого короче все я выхожу вон знаете-то соседушка моя стоит поговорю с ней и выхожу из леса выхожу 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 все мои дорогие пока хорошего дня надеюсь вечером что-нибудь еще сниму вчера не снимала говорю же как сумасшедшая сегодня не знала как камеру подцепить на селфи-палку